здравствуйте дорогие подписчики и гости канала ах погодка хороша сегодня смотрите какое яркое солнышко минус 12 но красота я люблю такую погоду честно говоря хочу показать вам не квартиру нет я хочу показать вам нежилое помещение я вообще зарекался делать ролики по нежилым помещениям но знаете ли публика у нас все-таки на канале больше в основном таки подписаны квартиры смотреть и ролики с обзором каких-то нежилых помещений но как бы у нас не очень хорошо заходит но может быть в силу того что но как бы ценовая категория несколько разная цели совершенно разные и далеко не все понимают ценность предложения скажем тогда то есть очень сложно оценить несведущему человеку стоит это помещение допустим да это это коммерческое помещение таких денег или не стоит поэтому я зарекался честно говоря эти помещения снимать но в данном конкретном случае я вам все-таки не могу это помещение не показать помещение на самом деле достаточно интересная в каком плане ну конечно же цена цена у нас решает решающий фактор цена в любом случае до независимо от того жилое помещение либо это у нас коммерция поэтому это помещение вам все-таки покажу давайте сначала по месту расскажу это центральный район не все об этом знают бульвар олимпийский жилой комплекс ботанический сад так вот таким образом выглядит у нас входная группа входная группа продам телефон нашего специалиста значит смотрите здесь ранее было вот до нас буквально парикмахерская на стиле называлась стильная парикмахерская 48 квадратных метров общая площадь этого помещения друзья присмотритесь обязательно я вам потом назову цену и расскажу своих свое видение относительно вот этого помещения 48 метров площадь ну по отделке здесь что пол плитка стены покраска со стенами что-то нужно будет уже придумывать конечно потому что где-то какие-то дырочки оставить эти стеночки вот что вот на этой стороне да это все у нас что-то тут нарисовано это все у нас гипсокартон вот эти стеночки это с гипсокартона просто вот этот салон который здесь был изначально но последнее время который здесь у нас находился вот они собственно говоря вот эти стеночки поставили то есть убирается элементарно легко и помещается у нас огромный здоровый помещения можно оставить оставить вот так как есть можно опять же вернуться к тому что здесь было изначально до последнее место здесь было вот именно салона парикмахерской пластик какой-то пластиком обшито под плиточку сделано ну на отделку особо ваше внимание не буду наверно акцентировать покажу вам просто вот радиатор отопления есть где есть у нас да где розетки уже есть тут у нас водоснабжение есть тут у нас санузел сразу за этой стеночкой вот такие моменты основные покажу вам достаточно здесь жарко тут еще один радиатор отопления там еще розетки вот это помещение то же самое это стеночка с гипсокартона тоже элементарно все убирается разбирается ну вот собственно говоря все все вам прекрасно видно из чего же из чего же сделаны наши стеночки если вы являетесь продавцом недвижимости в воронеже или ближайшем пригороде и хотите чтобы ваша недвижимость попала на наш канал звоните 8 920 22 99 356 расскажем об условиях сотрудничества так кондиционер ну наверное останется я думаю что он останется вряд ли его кто-то будет куда-то забирать наверное здесь останется то есть сейчас у нас в данный момент времени есть вот такое большое помещение вот с этой стороны ну вот по этой стране наверное все таки вот по этой стране наверное все таки такой типа как ресепшен можно сделать ресепшен стоечку такую поставить дальше у нас здесь наверно клиентская зона может быть какой-то диванчик вот здесь можно поставить и дальше у нас уже вот это помещение для работы мастеров если мы говорим про салон да если мы возвращаемся опять к салону к парикмахерской вот еще одно помещение не знаю здесь хоть массаж можно делать массажный стол поставить пилинги шугаринге я не знаю что я не силен в этом честно скажу вот еще одно такое же помещение отгороженная и санузел санузел я вам не показал и вот такого плана санузел то здесь все как вот осталось собственно как в квартире да есть ванна пожалуйста есть умывальник и есть у нас здесь туалет даже подводка пожалуйста здесь можно стиралку поставить то здесь у нас все вот оборудовано как в квартире скажем так и дальше у нас есть еще вот такой вот небольшой закуточек тоже можно продумать как его здесь использовать здесь небольшая какая-то вот кладовочка то есть пожалуйста весь можно дверь сделать и будет кладовка для хранения чего-либо можно сделать какие-то мы не знаем может полочки стеллаж какой-то поставить что-то уже можно продумать вот они все наши 48 квадратных метров планируете переезд воронеж воспользуйтесь услугами нашей компании покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно заполнять анкету заявку под этим видео и так что у нас здесь было ранее ну последнее место работы здесь у нас был салон парикмахерская до этого здесь был была пиццерия здесь был пивняк пивной магазин то есть 48 квадратных метров 48 с половиной если быть точным ну в принципе я думаю что это такое знаете ли среднее среднее количество метров потому что есть помещение либо совсем маленький и непонятно какой там бизнес можно этих футам 20-30 квадратных метров делать да либо слишком большие здесь вот такая четкая золотая серединка да 48 с половиной квадратных метров вполне себе хорошая площадь для нежилого помещения а теперь относительно стоимости этого объекта недвижимости я не зря самом начале видео сказал что присмотритесь цена у этого нежилого помещения достаточно хороша на самом деле это так смотрите у нас в воронеже стоимость нежилых помещений начинается от 100 тысяч рублей за квадрат от 100 ну исторически так сложилось то есть ценник на нежилые у нас порядка 100 тысяч рублей и выше на нежилые помещения цена нашего нежилого помещения 48 с половиной квадратных метров получается по 80 тысяч рублей за квадрат 3 850 3 миллиона 850 тысяч рублей давайте теперь считать цифры где же цифры а вот они итак 3 миллиона 850 тысяч рублей вы кладете ложите не знаю как правильно на счет под какие-нибудь смешные 5 процентов что мы имеем за год за год мы имеем порядка проверьте поправьте меня посчитайте на калькуляторе у меня сейчас к сожалению калькулятор под рукой нет но я думаю что где-то порядка там 190 тысяч рублей за год вы имеете 190 тысяч рублей с 3 миллионов 850 тысяч рублей на счету под 5 процентов 190 тысяч что в пересчете на месяц получается порядка наверное тысяч 16 по моему если не ошибаюсь 16 тысяч рублей в месяц ну по-моему это ни о чем вот реально ни о чем до 16 тысяч рублей в месяц зарабатывать 3 миллионов 850 тысяч рублей ну такое себе хорошо 3 миллиона 850 тысяч рублей вы покупаете две квартиры по по миллиону 900 получается да покупаете две квартиры по миллиону 900 две однушечки я правда не знаю где будут эти квартиры потому что у нас чешки уже ну практически уже от 2 наверное 200 однушки чешки от 2 200 стоят у нас в районе с развитой инфраструктурой ну ладно бог с ним бог с ним вы нашли две брежневки блин не знаю ну либо две хрущевки две однушки хрущевки с офигенным с классным ремонтом вы их купили для сдачи в аренду и сдаете их ну бог с ним по 12 тысяч рублей каждую 12 тысяч рублей каждую по 12 месяц вы имеете плюс коммунальные платежи ну 24 тысяч рублей у вас с каждой ну пусть бог с ним бог с ним пусть капает хотя обычно у нас аренда 10 11 тысяч 12 тысяч конечно надо постараться а геморрой это сколько с арендой а сколько геморроя с арендой то ваши квартиранты напились не дают жизни вашим соседям соседи вам звонят жалуются участкового вызывают громко музыка играет то квартиранты съехали не заплатили то ваша квартира ваша недвижимость понесла какой-то ущерб не забывайте что после каждого квартиранта нужно что-то переделать что-то подделать то есть амортизация да так называемая амортизация и что вы в конечном итоге там имеете с этой сдачи в аренду да по сути и плюс нас какими-то налогами опять государство обкладывает да за сдачу в аренду то есть берут это все дело на контроль поэтому сдача квартир в аренду но тоже такое себе да а теперь мы возвращаемся к нашему этому помещению вот это помещение последняя арендная ставка 40 тысяч рублей в месяц классно да по моему здорово 40 тысяч и голову себе не сбивайте вообще все документы у нас здесь готовы все сделано провела проведена пожарная сигнализация все согласовано со всеми различными инстанциями здесь документы получены документы получены на секундочку под продуктовый магазин то есть здесь сделано все все разрешения есть никаких проблем у вас вообще не возникнет с любым бизнесом какой вы захотите здесь вести ну с любым легальным скажем так бизнеса да знаете друзья вот честно положа руку на сердце вот положа руку на сердце я бы с удовольствием это помещение купил себе я честно вам говорю если бы я не строил в данный момент времени дом сами понимаете у меня расходы сейчас несколько другие и я очень сомневаюсь что мне когда-нибудь еще в будущем когда я уже построю свой дом когда накоплю уже какую-то свободную сумму денег что но я честно говоря сомневаюсь что вот за такие деньги мне что-то такое вот интересное попадется на самом деле я прежде чем пока еще не начинал строить свой дом я своего хозяина да у кого я сейчас арендую помещение на храме да храм конечно совершенно другое место да я с вами не спорю сейчас в комментариях обязательно кто-нибудь напишет ну храм там а здесь что и я его достал я говорю продай я говорю продай тут даже дело не в деньгах да мы даже сумму никакую не обсуждали вы просто продай мне это помещение он горит и чё ты чё это не продают такие помещения не продают это это моя пенсия так вот друзья купите вот это помещение это будет ваша пенсия а почему же а почему же наш собственник сейчас продает такую красоту если все так здорово и замечательно да скажите вы да ну все просто на самом деле все просто 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 растет вырос вырос уже сын у собственника нужна своя жилплощадь семью будет создавать нужна своя жилплощадь естественно сами тоже не продавали бы такое помещение на самом деле да это ну такая корова нужно самому как говорится да то есть это действительно на самом деле ваша пенсия такое как правило не продают купили сдают потихонечку денежка капает да и хорошо и слава богу поэтому друзья еще раз призываю вас присмотритесь на самом деле цена для нежилого помещения 3 850 48 с половиной квадратов это но это нормальная цена это на самом деле так присмотритесь есть свободные деньги ну уж все лучше купить такое помещение чем держать их на смешном вкладе получать смешные деньги либо покупка двух не знаю там однокомнатных квартир и сдачи их там по двенадцать тысяч рублей согласитесь со мной надеюсь я все таки разжевал да на пальцах вам просто показал всю всю прелесть всю выгоду от покупки нежилого помещения за такие деньги поэтому поэтому советую присмотреться все друзья всем хорошего дня хорошего настроения подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан и до новых до новых встреч до новых встреч